всем привет сейчас запишу небольшое видео о том содержимом своего автомобиля то что я вожу всегда дату с собой то что я считаю должно быть в автомобиле каждого автовладельца не более мужчины и сейчас я просто буду доставать все свои вещи и показывать рассказывать что это зачем это почему в общем такой у меня так выглядит у меня багажник автомобиль у меня лонгрузер правда но здесь достаточно вместительный багажник но чем не менее мне его не хватает и он на принципе всегда занят начнем по порядку то есть это у меня рюкзак оперативный рюкзак здесь у меня самые необходимые вещи а я его всегда вожу с собой то есть я в любой момент могу накинуть и пойти куда-то про него расскажу наверное отдельно сейчас я уберу его что у меня есть всегда здесь с собой в багажнике у меня всегда очень много сумок очень много всяких там рюкзаков душечек здесь у меня такая сумка небольшая да здесь у меня такой трос трос этот буксировочный ну чисто буксировочный что это значит что это например ну можно кого-нибудь зацепить по дороге просто затащить до какого-то места но выдержит он тонны тонн 5 у него заявлено или 4 официально там я не знаю сколько выдержит ну принципе мою машину то есть там две до с половиной тонны там 3 уточить на нем можно но опять же с условием того что ровная дорога ровная поверхность не надо из того выдергивает там поднимать никуда просто буксировочный трос он так называется карабин обычный металлический просто обычный карабин вертикаль ну вот думаю еще один прикупить на что было парочка но на всякий случай карабин и вещь нужно можно куда-то зацепить где-то там веревку зацепить что-то прицепить вот еще один прикуплю тоже пускай лежит пока руки нашли идем дальше это лопата лопаты это альпинистская купленного книжном магазине сейчас объясню почему так она металлическая но отличие вообще этой лопата большинства тех что продают в магазинах автомобильных и вообще там продают пластиковая лопата пластиковая лопата это хрень она ломается я сам переломал много-много штук когда начинаешь машину откапывать обычно вот эта пластиковая часть либо ручка пластиковая ну короче херня это пластик он ломается на морозе прям колется только в путь поэтому взял такую металлическую лопату альпинистская она легкая очень vento странно а это red fox до vento стоит она я не помню сколько она стоит там тысячи две наверно стоит она очень классная очень легкая то есть ее можно взять собой куда-то в горы там ну либо здесь откопаться ну короче офигенная вещь рекомендую взять именно такую лопату не пластиковую есть еще можно конечно взять снеговую но опять же снеговая не очень хорошо снеговую то есть грязь снеговую ты ничего не сделаешь а эту нужно и в грязь и снег и вообще прочее удобная тема дальше у меня тут есть на колеса боксировочные для трассы на колеса то есть это опять же для снега для какой-то грязи хрень и девается так на колесо перекидывается фиксируется и колесо становится везде проходим а здесь их 8 штук есть комплекты по четыре штуки здесь 8 ну то есть по 2 по 2 цепи по 2 лямки на одно колесо так я в деревне поэтому тут дети играют орут так что не обращайте внимание в общем вот такие лямки то это тоже там еще пять по-моему я за них отдала там четыре чем-то ну я думаю разные из качества есть просто металлические такие цепи они немножко посложнее не сложнее управляться не дороже стоит я взял такие вот комбинирование да еще раз сверху цепь как-то накидывается это обычная стропа и вот идет такой зажим такой простой короче зажим очень удобная тема перчатки обычные и дальше идет такой у меня стропа это стропа уже чисто вот видите да она широкая такая мощная 4 на 4 спорт то есть это стропа чисто уже динамическая кстати стропа это динамическая есть статика но это динамик она рассчитана на рывки на выдергивание на вытягивание болот с грязи то есть по моему до 10 тонн она стропа и еще такие вот две петли стегиваются и цепляются там за крюк за железку ну то есть эта стропа опять же нужна чего для маленьких машин для легковых я думаю может быть она не так необходимо то есть там вполне хватит такой буксировочный такой штучки фиксировочного но вот именно для таких больших машин для внедорожников либо если вы очень много путешествуете ну например как я то такая вещь она необходима потому что ну можно в какую жопу заехать из этой жопы потом нужно как-то выбираться а как выбираться если нет ничего подходящего чем можно выдернуть ну никак я сам очень много раз попадал когда выдергиваешь машину откуда с кювета вытягиваешь или просто с какой-то грязи сильный вот эти вот лямки они вернутся просто на два счета там приходится по несколько штук их там а если большая машина внедорожник либо какой-нибудь там грузовик газель как-то вытягивал то есть вот это вообще не держит эти стропы буксировочные поэтому приходится брать что-то нормально я заехал купил такую хрень так ладно карабинчик и 2 аглан идем дальше огнетушитель огнетушитель меня лежит сверху я никогда не убираю в сумку вот она не просто в тряпке так что чуть-чуть не гремел а он всегда в быстром доступе в оперативном огнетушитель именно железный порошковый и свежий то есть это смотрите у него год выпуска но обычно на моем опыте огнетушитель там больше двух-трех лет они уже не работают они почему-то хотя у них заявлено срок годности там там по 6 по 7 лет то есть ну два года максимум дальше то есть ну хана огнетушителю дальше выкидываешь и берешь новый вот у меня куда уже скоро менять надо будет кости не поменяю на самом деле хочу еще купить 2 лучше чтобы их было два это вот такая штука лучше чтобы было два потому что но одного не хватит затушить если кто-то сильно начнет разгораться одного не хватит это опять на моем опыте тушитель не тушитель нам нужно уметь и хренов он тушит на самом деле лучше 2 иметь поэтому он не один просто всегда сверху валяется я думаю куплю вторую какую-нибудь сделаю за скрепление такую себе сбоку поставлю хотел один салон убрать но в салоне пленать тесно это наверно это глупо звучит да он кузер правда и тесно но реально в салоне тесновато нету его там убрать дальше вот такой набор инструментов самый простой опять же перчатки запасные перчатки практически везде у меня лежат тут расходник удобно здесь мотолок молоток какие-то основные ключи пассатижи какие-то головки такой самый короче тоже не очень дорогой там 5 за него дал набор здесь и самые необходимые ключи я тоже вожил с собой всегда мало ли там отвертки всякие пригодится это всегда здесь стандартная щетка вот такая вот небольшой еще одна сумочка здесь у меня аптечка автомобильная но аптечка собирал сам туда собирал что-то купил что-то тут было и остальное тут сам таки дал такое это самое необходимое здесь самый такой минимум чего аптечка у меня одна в рюкзаке поэтому такой манишка как у милиционеров такая яркая если где-то ночью на дороге одеваешь научить я хорошо видно больше гарантии того что не задавят опять же перчатки провода высоковольтные аккумуляторы для прикуривания то есть они резиновые с такими большими собачками собачками я рекомендую брать провода подороже есть пластиковые самые дешевые они на морозе ломаются ну и опять же чем толще сечения тем меньше сопротивление соответственно тем легче будет стартануть дохлый аккумулятор аварийный не пользовался им не приходилось именно этим вообще то есть обычно если где-то останавливаться на дороге сразу говорю что выкидывали его но он сам лично не пользовался а здесь компрессор компрессор прикуриватель и там клеммы на аккумулятор обычный компрессор здесь опять же то есть зависит от того какие у вас какой автомобиль какие колеса это допустим на внедорожник компрессор нужно помощнее на обычную легковую машину ну компрессор можно послабее но опять не рекомендую экономить потому что у меня несколько раз на морозе отказывают компрессора берешь какой-нибудь дешевый китайский там какой-нибудь возьмешь там по дороге они ну просто отказывают лучше взять чуть подороже стоит тоже 4 тысячи но по крайней мере это гарантия того что вы где-то сможете накачать свое колесо не стряните так ладно идет дальше канистра бензин есть литр всегда вожу с собой 10 литров конечно мне на этот автомобиль маловато все там не осталось другого автомобиля с мураника там расход чуть поменьше здесь расход больше поэтому но я хочу взять двадцатку конечно два раза больше такая ну хрен с не пускай будет не на себе я вожу ее возьму двадцатку ничего страшного так дальше есть обычный коврик каремат такой туристическая пенка раскатывается может раскатать и не как бы на него влечь доставать не буду и все увидели этот коврик там ничего удивительного нет всегда с собой тоже он идет вместе с рюкзаком на такие вот резинки цепляю кружаку одел и пошел это похода вариант дальше идет такая сумочка золотой чемодан из него никуда не стабильно пару банок масла у меня двигатель мало ли где-то поджог маленько масло там горело там буксовал когда там на больших оборотах надо долить и вообще как масло это очиститель карбюратор и дроссель из осклонок на самом деле это просто хороший очиститель где-то что-то заржавело можно обработать и достаточно так быстро связать это дело вот есть такая штука до быстрая подкачка колес здесь спрей если тот штука одевается на колесо там гель пена нажимается и ну какой-то объем колеса на заполняет соответственно после этого колесо скорее всего вы выкинете там его очистить будет очень сложно но там какой-то объем этого геля появляется в шине на то есть и уже вы едете не на скучном ободе уже вы едете на там что-то в нем есть по крайней мере там 30-40 50 километров до ближайших намотажки до ближайшего населенного пункта можно на это доехать а я думаю купить еще одну я была где-то одна видимо потерял муж кому-то дал парочка что было на пару колес то есть везде очень необходима вещь болезнь это а это этот антифриз тормозная жидкость тоже вещь нужная перчатки еще один комплект и просто пакет предохранителя таблетки горючая какой топлива для разжига а это хомуты пластиковые хомуты где-то что-то подвязать и удобно так здесь опять же куча пакеток а это подушка у меня надувная перчатки изолента обязательно батарейки резинчиков где-то у меня еще здесь всякий мелкий флаг туалетная бумага есть всегда ну мало где-то обосраться захотите и второе применение очень такое интересно очень хорошо ей протирать флаг стекла фары зеркала она очень хорошо впитывает флаг прям удобная тема чуть-чуть поплевал намочил и протер классно веревка обычный жмут синтетический шпагат про полипропилен здесь я сколько не знаю 60 метров до хрена можно умотаться там где-то что-то связать привязать ну короче удобная тема дальше пластиковые стаканчики бумажные кружка металлическая это термо кружка то есть у нее двойные стенки конечно не очень удобно на ней очень тяжело разогревать воду подогревать лучше обычную металлическую алюминиевую но однослойно без термо безвоздушные прослойки тогда можно легко скипятить воду здесь очень тяжело воду кипятить и свете на себя копченая что я пытался на ней короче плюнул надо поменять сниппельсы всякие суперклей пластиковая ложка вилка изюм здесь меня короче всякая мелочь за тусе и хоть небольшой запас там жертвы условно говоря семечки у них очень много жира очень хорошо утоляют голод аэрозоль от комаров клещей это летний вариант когда куда-то приехал в лес тебя едят пригождалось по ветке так здесь опять же перчатки а фонарь налобный фонарь запасной он работает видите да очень нужная тема спички также очень много спичек у меня валяется обратите внимание они все в этих герма пакетов чтобы не намокли спички и сведе и спички вообще нужна тема прям обязательно богатому туристическому опыту иногда зажигалки теряется отказывают там коробки теряются и вот у меня их тут много я не знаю сколько тут целую упаковку этих птичков так распаковал они валяются везде скотч обычный мешки для мусора опять же это принцип такой же как пакеты по 60 литров они большие очень удобно где-то мусорская собирать либо грязные сырые вещи куда-то пришел там с леса с похода да куда вещи девать ну просто так бросить говно будет герми мешок в этот мусорный мешок запаковал завязал убрал потом приехал сразу чистку тоже такой лайфхак грелки вода грелки для тела в спортмастер обычные купила грелки спортмастер классная тема прям офигенно где-то замерзли руки погреть салфетки одноразовые влажные правда на морозе не замерзают но потом они растаивают если куда-то тепло в карман потом становится нормально так это индивидуальный перевязочный пакет правда у меня порвался не страшно перевязочный пакет то есть это это бинт и на нем уже там какая-то какой-то тампон устроен но в раны перевязывать чисто военная тема очень удобно опять же что это еще обычный жгут синий такой красный не помню как называется обычный резиновый бинты так и здесь вот куча куча конфет и шоколадок сникерса да летом они плавятся ну на самом деле ни хрена в этом ничего нет они потом замерзают и ничего с ними делается у меня тут бывает я бываю сникерсы ям еще бывают сникерс ям еще там там двухлетней давности который который трасса дети который там два-три раза простали замерзли в общем-то ничего страшно нормально вылетает особенно нажать хочет но не до шику основной отсек этого чудесного мешочка все мне здесь обычная пластиковая 5-литровая бутылка пустая сжатая вплющенная почему пустая потому что зимой летом обычно вожу с водой то есть пару 5-литровок у меня всегда с водой но зимой смысла в них нет потому что вода замерзает и там просто кусок льда с ним ничего не сделаешь никак не достанешь на самом деле это просто старый для воды ну вот если достать открутить надуть она примет примерно прежний объем и здесь грубо говоря там четыре с половиной пять литров воды можно где-то набрать в озере в реке там проруби и в принципе можно эту воду пить на самом деле это просто старый для воды можно взять обычный пластиковое ведро но у него нет крышки не очень удобно здесь вот есть ручка крышка ну короче классно то что какая туристическая походная тема я там у ребят заметил и взял на вооружение идем дальше здесь опять же обычный коврик каремат всегда со мной ну вместо немного занимает скажешь где-то раскинул расстелил нужно лечь спать а я благодаря этому коврику тогда сутки в осеннем лесу же как раз первый за первый замок заморозки были босиком то есть мы уже выживали там на курсе уэда порезали сделали там по себе на ноги небольшие там эти обвязки не обвязки и по тапочкам скотчем обмотали нормально сутки короче там босиком бегали сдохли дальше бутылка лодки просто просто бутылка лодки обычно самый дешевый это где-то в деревне эта валюта где-то опять же то есть это не замерзается не замерзающая не замерзающая жидкость это можно использовать и просто на самом деле просто валюта где-то кому-то дать там расплатиться с кем-то там за трактор то что ну это иногда получит там тысячи рублей бывает сразу говорю не вздумайте применять водку для разогрева сейчас подумайте что там для отогрева нет бред не натираться не пить водку когда занижать нельзя дальше труба обычно труба металлическая просто кусок трубы используется как вороток на колеса откручивать колеса потому что но бывает колеса так прикипят что обычным баллонник не возьмешь трубу наставил и дернул такой ну рычаг рычаг такая небольшая монтажечка опять же где-то что там ковырнуть оторвать очень удобно пригождается так дальше здесь здесь а здесь на фонарь такой фонарь он заряженный всегда я проверяю там раз там полгода достаю заряжаю его такой есть такой режим аварийный вот он здесь всякий фонарь такого там прочь у меня хранится подсуньте это очень удобно не потеряется не сломается здесь просто веревки какой-то набор веревок куски или целая веревка просто веревка короче веревка нужна сюда мало ли где-то завязать подвязать а вот преобразователь очень нужна тема преобразователь тока подключается 220 время подключается к прикуривателю либо к аккумулятору отсюда идет обычная розетка на 220 вольт можно подключать ноутбук заряжать телефоны там какие-то вещи там технику какую-то большую подзаряжать конечно небольшая мощность ноутбук зарядить можно можно конечно где-то прикрутить его но не всегда это удобно потому что бывает куча вещей каких-то можно короче оторвать не придумала как все устроить чтобы она была всегда у меня стационарно пила цепная обычная обычная пила цепная туристическая тоже всегда собой мало ли где-то что-то березу свалить а это проволока обвязочная проволока просто моток проволоки строительном магазине купил очень удобно тоже где-то что-то подвязывать подхватывать вещи связать поездку бывает лопатка мпл-50 малопехотная лопатка не саперная малопехотная очень удобная вещь то есть ей можно грунт копать она в отличие от той лопаты она более жесткая она короткая снег конечно и не покопаешь надо можно деревья полубить ветки у меня дома еще одна из то есть я здесь заточен край вот это запись ли можно рубить мне рубить здесь не надо меня здесь то отдельно топсур поэтому просто лопатка так дальше валенка просто валенка летом это сапоги резиновые зимой это валенки потому что начнется алис гимах гимах ноги будет на увальнике и утром из обличают так здесь здесь есть плач-палатка обычно плач-палатка армейстер ставать не будем все увидите это а это тоже дождевик мужской то есть это уже такой конкретно плотный дождевик форт-мастер взял это пленка обычная пленка 3 на 70 3 метра 3 на 70 просто пленка где-то что-то укрыть обмотать так что у меня тут еще есть здесь стандартный донкрат донкрат можно гидравлической ваш машина большая деревяшки эта подставка под донкрат почему потому что иногда грунт гуляют да там какой-то песок щебень там просто неровность просто лёд и короче у меня много раз было что донкрат выезжает из-под машины хреново это заканчивается иногда поэтому деревяшка просто под донкрат еще одна плач-палатка 2 а мне не запчела на здесь убрал двери такой небольшой набор инструментов встроена удобно чем не еще есть загашниках машине всегда куртка какой-то это софтшел легкий небольшой укипленный флисом ну в общем-то это очень классная куртка на хорошо защищает и от ветра и немного защищает дождя то есть не сильно проливной дождь то есть она в принципе держит воду скатывает но самое главное ветер снег если она очень нормально держится и держит тепло не очень очень как удобно двигаться на краняке вот можно накинуть сверху и уже значительно становится теплее удобнее такой вот еще один же еще мне висит толстовка одна всегда чиликоновская плотная толстовка тоже она здесь всегда висит но летом я это убираю летом я обычно легкая куртка тоже из легкого софтшела которая там от дождя от ветра такой летний вариант это чисто зимний вариант толстовка атлас бумажный в челябинской области потому что в большей степени я бываю в челябинске взял на всякий случай вообще по идее это нужно каждого города но если я буду брать атласы всех областей где бывают то я буду вместо багажника возить кучу макулатуры поэтому взял такого чисто челябинского опор про который я говорил это этот опор это обычный фискос привет обычный фискос здесь такой темляк я сделал веревочки здесь тоже веревку намотал сам паракорд здесь метра три по моему или четыре мне паракорда в общем то вот такой топор фискос обычно легкий пластик очень удобный и такую такие вот нужны сделали на знакомые златоусте оружейники кожные ножны опять же очень удобно я всегда с собой его по ходу беру так на ремень и потопал пришел туда и засунул лежит он не именно всегда салоне под тем сиденьем почему патент было так удобно его достать ну дать в репу короче вот биты пистолеты ножи это все хрень а вот топор топор это классная тема не приходилось пока применять надеюсь не придется но лежит дальше передние сиденья тряпка обычно отряд нож двери всегда лежит нож это чисто тоже подходный нож такой по заказу мне ребятам пусть и делали на поезд дело пошел и он всегда против меня здесь дальше здесь у нас вверху сидя и запасная шапка вот она здесь подоткнет потому что бывает выходишь машина курс где-то лежит выбежал голову себя стараясь держать тепле такой тоже нужно лайфхак уеда увидел обычный нож в кайдексе самый какой-то простой небольшой маленький именно в кайдексе чтобы не вываливался хорошо держался и носить его на шее на веревочке очень удобно с очень быстро доступны всегда то есть любой рукой может достать где-то то есть закрыть всегда с собой ну не потеряется потому что опять же привязан рекомендую прям не открыть я последний по несколько походов у чисто с ним гоняю и просто машине жизнь это вышел на шею отдел тут же сразу пошел достал можно работать удобная тема набор шоколадок всяких уже не всегда лежат где-то захотел пожрать перекусить достал съел кучу влажных салфеток ну очки черные солнечные они же баллистические из них можно стрелять можно играть страйкбол набор линь линь круче куда-то на стрельбы обычные игры или просто одевают еще одни очки опять же расходники куча баллончик газовый black тоже всегда лежит здесь под рукой мало ли быстро можно достать быстром доступе изолента обычная опять же спичек упаковках герметичных пароксом презерватива обычный презерватив используется опять же то есть как герма пакет то есть как антисептик ну в смысле антибактериально какой-то без места перчатки то есть на руку можно одеть если какая-то рана то есть что-то куда-то либо палец тут отрубил либо конечно можно каждого убрать ну и сохранить там пришить на место ну короче очень универсальная вещь рекомендую сюда пригодится в общем то все там вода все больше ну в общем такой получился достаточно большой и 10 набор мой автомобильный видео немного затянулась потому что вещей сами видите до хрена но где-то процентов наверно 85 из этих вещей я реально при меня в жизни там случались там те или иные ситуации когда мне приходилось там доставать их из багажника и там использовать по назначению ну либо не совсем по назначению в общем то этот набор может быть там чуть-чуть меняться в зависимости от сезона там в летом немного другие вещи да то есть летом добавляется вода там убираются там цепи на колеса там еще что-то зимой наоборот что-то летний убирается и добавляется но это достаточно такой гибкий процесс от погоды короче многое зависит весной осенью соответственно тоже там немного другие погодные условия у вас этот ваш автомобильный 10 набор может быть немного иной но вот я показал примерно общую концепцию да то есть как это должно выглядеть что это должно быть это ну так скажем самый необходимый минимум то есть дальше можно это все дополнять еще что-то добавлять свое то что можно вам понадобится всякие там штуки ништяки всякие маленькие там приколюхи ира которые ну я не знаю там где-то могут понадобиться могут не понадобятся но вот эти вот вещи которые показала это прям такой минимум самый-самый необходимый из него вообще ни одна машина не должна выезжать забавные люди да я считаю которые там ездят с пустым багажником немного странные как бы перфекционисты наверное да то есть работа хотят чтобы не все было там идеально да ничего лишнего но тем не менее когда эти перфекционисты разок где-нибудь на улице замерзнут или в говне посидят там ну или еще с ними что-то случится они сразу быстро так начинают сны с реалистами да и начинает там у нас все это складывать я сам такой же то есть я сам когда-то начинал там ездить 15 лет назад с пустым багажником нет очень нравилось и меня все суда выкидывал меня нет я не люблю чтобы нам что-то лежало ну вот сейчас через 15 лет я пришел к тому что у меня вообще багажник полный и сейчас я думаю еще поставить на этот короб потому что вещи не влазят очень много вещей постоянно и и наверное в следующем видео я покажу свой оперативный рюкзак который у меня тоже здесь багажник я сейчас не стал показывать его моя уже как бы маленько по времени успел да и в следующий раз я покажу что у меня содержится в рюкзаке которые я также вожу себя с собой у я его называю оперативный рюкзак на этом все ждем следующего видео а